В Самарской области завершился международный конкурс молодых музыкантов имени Кабалевского. 130 талантов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и даже Великобритании боролись за звание лучших. И только лучшие выступили в заключительном гала-концерте на сцене Самарской филармонии. Репортаж Татьяны Пудовой. Пианистка из Казани Лисан Абдулина перед началом соревнований пытается побороть волнение оригинальным способом. Пишет собственную музыку. И все же о том, что они волнуются, знают только самые близкие. Престижные музыкальные конкурсы закаляют, шутят сами ребята. Они и к этому конкурсу готовились очень серьезно. Почти все исполняли то, что никогда раньше не играли. Антон Сушляков из Новосибирска специально для конкурса разучил концерт для фортепиано с оркестром Франца Листа и стал победителем. Конкурс очень интересный, но в то же время, на мой взгляд, сложный. Тут очень интересно, как бы, сгруппировали участников, то есть буквально все вместе, все группы совместили вместе. И вот это очень интересная особенность этого конкурса. Вот нигде не встречал этого раньше. С момента основания и на протяжении 52 лет конкурс Кабалевского вызывает интерес не только у профессионалов, но и любителей классической музыки. За это время он приобрел статус одного из самых престижных конкурсов не только в России, но и во всем мире. В этом году в Самару приехали молодые музыканты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Великобритании. Этот конкурс дал путевку на большую сцену многим музыкантам. Все заслуженные артисты, заслуженные деятели искусств России, известные музыканты. И нам очень приятно, что этот конкурс не просто оставляет след в культурном таком пространстве нашей губернии, но формирует, может быть, профессиональную элиту академического музыкального искусства. Классика в исполнении детей звучит вполне по-взрослому, с той лишь разницей, что в известных произведениях появляются те неуловимые моменты детства, которые недоступны взрослым и даже самым опытным музыкантам. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. Продолжение следует...